Доброе утро, мир. Пишет мне, что я везде в эфире. Доброе утро, мир. Доброе утро, люди, живущие в нём. Традиционно утро с Горбач. Утренние эфиры в 9.20 по будням, вторник, пятница. Сегодня будем говорить с вами о том, как понять, чего хотят клиенты и дать им это. Смотрите, я достаточно много говорю, то есть я про деньги. Это, в принципе, моя любимая тема, моя специализация, в которой я уже много лет, в которой я хороша. И когда я говорю про деньги, про увеличение доходов, я очень часто, очень много и часто говорю о том, что деньги – это всегда два крыла. Это такой самолёт с двумя крыльями. Одно из крыльев, если говорить о левом крыле, то это все наши иррациональные состояния. Это бессознательные программы, бессознательные убеждения, какие-то блоки, влияние родовых систем, влияние травм, телесные какие-то истории, которые прямо либо косвенно влияют на уровень дохода, влияют на способность проявлять себя в мир, на способность получать, присваивать, ощущение, достоин ли я, имею ли я право на что-то и так далее. Вот эти вот внутренние бессознательные программы – это иррациональное крыло. Иррациональное крыло самолёта, которое называется рост доходов, либо увеличение уровня жизни. И есть всегда правое крыло. Правое крыло – это рацион, это рациональное. Это все те внешние действия, действия во внешнем мире, которые человек предпринимает для того, чтобы эти самые материальные деньги в свою жизнь привлечь. Единственное, такой момент, все эти привлечения денег, розовые единороги, очень часто люди заигрываются в привлечении денег, в медитации на деньги, либо ещё что-то, забывая о необходимости действий. И знаете, человек приходит и говорит, я вот и мне дала технику, да, ну нет, если индивидуально работы этих вопросов не возникает, ну, например, вот, Светлана, вы давали технику, я эту технику, значит, делаю, делаю, а изменения не понимаю, какие должны быть. Тогда я спрашиваю, окей, а что ты делаешь, кроме техники, да, или вот я там жду, чтобы у меня, не знаю, открылись возможности, и они всё не открываются. Окей, а какие возможности ты создаёшь? Да, я всё время начинаю этот бол, этот мяч ответственности давать в руки клиенту для того, чтобы он понял, что возможности создаются, а не просто возникают, да, и изменения создаются, а не просто, да, и деньги не просто привлекаются, а создаются в вашей жизни. Так вот, создаются в вашей жизни они правым, да, правым крылом, то есть внешними действиями, материализация всей той энергии, которую вы создаёте, она идёт через внешние действия. Ещё раз, когда вы делаете психологические ли, энергетические ли, любые практики, связанные с увеличением вашего финансового дохода, по сути, вы делаете практики увеличения вашего энергетического потенциала, вашего энергетического объёма. Вы увеличиваете его, а вот что вы потом с этой увеличенной энергией сделаете, тот результат вы получите. То есть подключение к родовым деньгам, да, там, к энергию рода, подключение, я не знаю, там, благословения предков, расширение энергетического потенциала, денежный магнит, привлечение денег. Любые практики – это не что иное, как увеличение ваших способностей контейнировать и обрабатывать определённые уровни энергии. То есть вы становитесь обладателем увеличенного уровня энергии. Куда вы потом эту энергию направите, тот результат вы получите. Есть люди, вот эта ошибка людей, которые энергию, да, и если вы никуда не направите, эта энергия может начать плющить и колбасить. А ещё бывает интересная история, когда мне человек говорит, я вот делал, делал, делал или делал, 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 и у меня изменения вот здесь и вот здесь и вот здесь, а в деньгах изменения, то есть изменения классные, круто, всё мне нравится, но сумма не увеличилась. Да, ну и тогда хороший вопрос, а в чём ты делал, да, в каком векторе направление у тебя было. Это было маленькое лирическое вступление. Так вот сегодня мы с вами будем говорить о правом крыле, о том, какие действия можно делать для того, чтобы, какие действия необходимы, не просто достаточные, а необходимы для того, чтобы вот это увеличение, ваша увеличенная энергия и всего лишь там привлечение денег и так далее, имели определённый, да, получали тот вектор движения, развития, который вам нужно. Как-то я так с места рванула, с места в карьер. Ещё раз всем доброе утро, мир, доброе утро, люди, живущие в нём, напишите, я смотрю, что некоторые написали, те, кто не написали, пишут доброе утро, мир, это наше такое кодовое приветствие. Для тех, кто меня видит в первый раз каким-то волшебным образом в лентах своих друзей, в репостах своих друзей, вас кому, вам этот эфир отправили, зовут меня Светлана Горбач, я психолог, на всю голову поднимаю людям самооценку и доходы. Обычно это бывает достаточно быстро, часто больно, но эффективно. Так вот, двигаемся дальше. Если мы смотрим на деньги во внешнем мире, да, я сейчас не про увеличение энергии, хотя без этого никуда, да, не про снятие блоков, а про то, как вот эту вот увеличенную энергию, позволение себе материализовать, конвертировать в деньги, да, монетизировать. Если вы вспомните о том, что такое деньги с точки зрения мира, я часто говорят, не я придумала, не помню уж даже откуда я это услышала, но деньги – это аплодисменты мира, да, за вашу деятельность, за ту пользу, которую вы людям приносите. Это один момент. Второй момент. Деньги – это энергия обмена. Просто основные такие поинты, да, чтобы было понятно, почему я сейчас начинаю говорить о клиентах. Так вот, деньги – это энергия обмена. И с одной стороны, чтобы что-нибудь, да, чтобы что-нибудь продать, нужно что-нибудь создать, а потом то, что создал, выйти в мир, заявить о себе, предъявить это миру и потом вступить в договорённости, да, эти договорённости соблюдают, вступаются в обмен, на этом обмене, на энергии обмена, и возникают деньги, да, то есть создавая путь обмена с другими людьми, вы создаёте в своей жизни деньги. Не очень люблю словосочетание «привлекаете деньги», ну, потому что оно, ну, это моё, да, такое, моё субъективное, мой субъективный глюк. Я не очень люблю истории про привлечение деньги, привлечение денег, потому что, ну, как мне видится, деньги создаются, вот клиенты создаются в своей жизни, да, и деньги создаются, а не просто привлекаются. Так вот, ещё раз, деньги, энергия обмена, деньги, аплодисменты мира и энергия обмена, и чтобы вот эти деньги в своей жизни создать, тот уровень финансов, который вы хотите, нужно в своей жизни создать тот уровень обмена с людьми, да, который будет соответствовать вашему желаемому доходу. Для того, чтобы создать этот уровень обмена с людьми, нужно понимать одну простую вещь, что людям надо. Казалось бы, банально, казалось бы, просто, ну, никакой Америки я не открываю. Я таки не обещаю вам на сегодня Америку, да, но ошибка думать – это то, на чём падают многие коллеги, многие специалисты, это прямо сплошь и рядом, о том, что другим людям нужно то, что нужно вам. Это прямо ошибка. И это та самая история, на которой коллеги, когда озадачивают коллеги, это и психологи, и игропрактики, те, кто продвигают услуги, да, игропрактики, эзотерики, коучи, в общем, вся наша помогающая братья. К коей я отношусь, к чему бесконечно рада. Как-то сильно заблуждаясь, играют в историю о том, что, ну, я же понимаю, что мне это надо, да, значит, это всем надо. И чаще всего человек, которому… Я вот когда-то позже падала, человек, который решает какую-то свою проблему, играет в историю о том, что эту проблему решают многие все. И да, отчасти это правда, но просто каждый решает её в своей форме. Я когда-то давно, когда только кто-то заходил, интересовалась историей, психологией денег, решая свои финансовые вопросы, прям была искренне убеждена, что деньги нужны всем поголовно, всегда. И потом я искренне удивлялась, что, оказывается, деньги далеко не у всех в ценностях. И, оказывается, есть люди, которые совершенно, ну, им неинтересно решать вопросы денег, им, может быть, интересно решать вопросы самооценки, либо отношения женско-мужских, либо отношения с детьми, либо отношения с родителями, отношения с коллегами. До тысячи один вопрос, но через мою призму мне тогда казалось, что не может быть, чтобы деньги были неинтересны. А, оказывается, может. Так вот, для того, чтобы аплодисменты мира звучали для вас громче и приятней, вам необходимо понимать, да, для того, чтобы люди хотели вам отдавать свои деньги, вам необходимо понимать, что люди хотят, что клиенты хотят. И это сильно не то, это часто бывает сильно не то и не теми словами, которые думаете вы. Иными словами, я вам предложу сейчас, да, несколько источников, как вы можете узнать, что хотят ваши клиенты. Потому что, согласитесь, если вы начнёте предлагать своим клиентам то, что они ищут, даже не предлагать, вот предлагать, неправильное слово, показывать, что у вас есть то, что ищут ваши клиенты, вопросов, где найти клиентов, у вас закончится. Вопросы роста финансов у вас сильно снизятся. Да, потому что если вы начинаете показывать о том, что у вас есть то, что нужно клиенту, если вы знаете, что вашему клиенту нужно, то клиент говорит, дайте всё. Да, и клиент начинает потом попробовать ваш продукт, решив свою задачу, свой вопрос, да, свою проблему, у него появляется такая история о том, что вот у этого специалиста классный продукт, и он начинает за вами следить, и он начинает у вас покупать все те продукты, которые решают его задачу, его вопрос. Основные пять пунктов, по которым я обычно, по которым можно узнать, что хотят клиенты. Некоторые из этих пунктов вам не понравятся, и с некоторыми не сильно приятно работать, но люди, коллеги, вот это сейчас прямо для коллег, это мега важно, мега важно. Первое. Не открою Америку. Спросить. Возьмите, откройте свой список клиентов. Да, у вас же, ну, с кем вы работаете, пусть даже там три человека будут. Да, даже если вы год перестали работать, год, как была последняя сеть, год, как человек закончил, там, поиграл в вашу игру, год, как он обучился в своей игре, год, как, неважно когда, возьмите перечень своих клиентов. Это работа. Да, но эту работу важно делать. И отправьте сообщение своим клиентам с вопросом о том, как дела, какие произошли изменения, какие изменения человек связывает с работой с вами. То есть реально поинтересуйтесь. Это может быть не шаблонный вопрос, да, это может быть вопрос, в котором человек почувствует не попытку его поюзать, да, и как-то чего-то там выпытать. Не попытку получить отзыв, а ваш искренний интерес. Я систематически это делаю. Те, кто у меня был в проектах, вы знаете, что там приблизительно через полгода, год по окончанию, иногда через 3-4 месяца по окончанию проекта, вот все, кто у меня в проектах были в прошлом, вы получаете сообщения, когда либо я, либо иногда, вот в последние там, в ПДП, например, последние, в последние КЭСов, я попросила это сделать ассистенту своего Олю Малевицкую, потому что, ну, мне не хватало технического времени отправлять, да, обрабатываю все ответы только я, а вот отправить сообщение иногда я могу попросить ассистента. Да, когда я спрашиваю, что было, какие изменения, что бы хотелось большего, чего не хватило, да, то есть такой вопрос на обратную, на честную обратную СЭС. Ее не бывает неприятно получать. Вот прям иногда, потому что, ну, мы же когда хотим, да, нам же хочется услышать в ответ, ну, по-честному, да, у всех есть своя нарциссическая часть. У меня есть. Мой внутренний нарцисс просто дышит иногда и курит. Ему очень, моему внутреннему нарциссу, моей нарциссической части важно быть мега классной, самый супер, мега эффективной, и тогда, и тогда мне хорошо, я знаю эту свою часть, я даю ей место быть. Для меня это важно, но при этом мой внутренний нарцисс идет покурить, когда я пытаюсь, не пытаюсь, а собираю честную обратную связь с тем, чего не хватило, чего хотелось бы больше, чего было слишком много, что на самом деле хотелось, какой результат хочется. И вот честно, честно, первая моя реакция, мне хочется плеваться ядом. Вот прям честно. Я когда читаю, думаю, твою же дивизию, ну, это же совсем не об этом, ну, это же совсем не о том, ну, это же, я там читала, когда первые отзывы про ПДП, про продажи для психологов, много крутых отзывов, но были такие ответы, которые я думала, блин, ну, это же не детский сад, да, там, когда, а чего бы хотелось? Хотелось бы больше свободы в теле, а хотелось бы больше ощущения легкости, ну, как бы в продаже для психологов, а хотелось бы больше, там, значит, такого-то. И я думаю, блин, ну, это запрос на какую-то частную терапию, а не, да, хотелось бы телесных упражнений, больше раскрепощений в тело, преодолеть свой стыд, преодолеть свой страх. И моя первая реакция – перестать сливаться, перестать, там, преодолеть сопротивление. Я не, у меня было сопротивление, я не дошёл до конца. И первая моя реакция – я сержусь. Вот это первая моя реакция, это честно. Я читаю и думаю, думаю нецензурными словами, думаю, да твою же дивизию. Что за, ну, а вторая моя реакция – я отхожу, мысленно курю, я не курю просто, да, я давно, раньше очень много курила, потом давно бросила, сейчас даже, ну, вот прям, именно тяги на сигарет нет, но я мысленно такая походила, покурила, значит, мысленно, да, ну, типа, перевела, там, выпила чай и делаю второй подход, перечитывая всё то же самое. Второй подход. И перечитывая всё то же самое, думаю, окей, это то, что клиентам нужно, это то, что будет отличать мой продукт от всего того, что есть на рынке. Потому что большинство, я прочитав, скажет, это не детский сад. Это то, что, и что из этого я могу внедрить. И вот тогда, вот здесь важно соглашаться, да, вам честно-честно рассказываю, здесь важно соглашаться с потребностями клиента и смотреть, что вы из этого можете дать. Из этого я понимаю, что в следующем потоке будет больше уделено времени созданию продукта, будет больше уделено времени телески, и именно телесным упражнением, которые будут раскрывать голос, которые будут, и телесным упражнением, которые будут нитро... слово, слово выстраивать, взращивать, взращивать уверенность в себе. Для меня это мега-новость. Я не знаю, что такое... Я не знаю, что именно, Татьяна, для вас мега-новость. Я, может быть, могу её расширить, если я буду понимать, что именно для вас мега-новость. Да, походила, подышала, перечитала. Окей, здесь я добавляю телесные упражнения для раскрепощения тела, здесь я добавляю для взращивания уверенности при публичных выступлениях, здесь я добавляю... То есть я начинаю из вот этой обратной связи, на которую мне при первом прочтении хотелось кусаться. Начинаю понимать, и это самое ценное. Поэтому первый пункт – спросить своих клиентов. Спросите, получите ответ, пойдите, покурите, там, не знаю, побиться головой об стенку, сказать, ах, это так, мой самый гениальный продукт тут, а потом сделать выдох и сделать свой продукт ещё лучше. И показать другим, ну вот людям, да, которые вам дали эту обратную связь, что их обратная связь для вас ценна. Это то, что делает вас... Это то, что делает вас уникальными. Это то, что делает ваш продукт, ну, именно тем, что ищет клиент. Вы слышите и понимаете, что нужно. Я изучаю своих клиентов. Я, ну, специально не просто слышу, я спрашиваю, что нужно. Потом злюсь всегда, да, а потом с большой благодарностью внедряю то, что мне говорят мои клиенты, внедряю и улучшаю свой продукт. Это первое – спросить. То есть, понимаете, это не просто, ну, это не просто задайте вопрос в сториз. Это индивидуально. Это не просто киньте анкету. Не кинуть анкету, не будут люди заполнять анкету, не будут люди, ну, им это неинтересно. Но если они почувствуют искренний интерес свой, искренний интерес в свой адрес, они дадут вам обратную связь. Что вы будете делать с этой обратной связью? Это отдельный вопрос. Следующее. Выделите 15-20 минут, полчаса, час. Хотите, прям варите. Я редко выделяю 15 минут, полчаса, час. Я беру мысль и начинаю её варить. То есть, я живу с этой мыслью. Рекомендую вам тоже. И с вопросом, а что у меня спрашивают? Вот анализ, какие вопросы мне задают? Какие вопросы мне пишут клиенты в личку? Какие вопросы пишут под комментариями? Какие вопросы у меня люди вокруг мне задают в контексте моей профессии? Сейчас прочитаю. Клиенты делятся откликами в процессе между сессиями. Даже не возникала мысль собрать самое… А, я поняла. Самая ценная обратная связь. Самая ценная обратная связь после, через какое-то время. Потому что в нашем случае у помогающих практиков результат наступает… Да, у нас пролонгированный эффект. И осознания пролонгированные. И анализ, он в позднем периоде возникает. И это прям, да, это прям очень важно. У меня есть, вы не понимаете, у меня есть график. То есть я в некоторых случаях, с некоторыми группами, я могу сегодня закончить проект, и мы назначаем, я могу назначить созвон через полгода. Или там через 3-4 месяца. И мы встречаемся, созваниваемся и делимся… Ну, и они делятся результатами, я даю обратную связь, фиксируя себе всё. Это берёт время, но это того стоит. На этом нужно решиться. Да, на этом нужно не просто решиться. Знаете, Нат, нужно понимать, нафига вам это надо. Это не пролешиться. Это пронять, а для чего мне это надо. Не, я только сначала злюсь, потом думаю. Так я тоже сначала злюсь, это нормально. Я собираю, открываю, мне ассистент сделает… Да, она собирает всё это и в папку. Она не анализирует. Задача моя – анализировать. То есть она мне готовит, и я начинаю это всё читать. Я знаю, что я открываю папку и знаю, что сейчас буду злиться. Но я знаю, для чего мне это надо. Я знаю, что я буду злиться, я злюсь, дышу, и перечитываю каждый отзыв по нескольку раз, чтобы первую свою… Да, чтобы мой нарцисс пошёл покурить, а моя здоровая, моя взрослая часть включила мозг и начала думать. Поэтому, да, я всегда злюсь, а потом думаю. Для меня это… Мне не мешает то, что я злюсь. Дальше. Анализировать то, что вам надо. Анализировать, что у вас спрашивают. Прямо буквально вот берёте себе идею и варите, 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 варите её в голове, что… Какие вопросы вам задают. Следующее. Давайте по-честному, коллеги. Мы находимся в коллегиальном сообществе. Можно с пеной у рта кричать о том, что у психологов конкурентов и нет. И у эзотериков, да, каждый ему придут свои клиенты. Твой клиент тебя найдёт. В некоторых направлениях вообще… Для меня когда-то это была новость, это со мной поделились коллеги на продаже для психологов, о том, что в некоторых направлениях учат так, ну, как бы так сказать, учат так, чтобы не научить. Учат так, чтобы знания передавать, а продавать себя не разрешают. Да, о том, что там некрасиво, неэтично, либо ещё что-то. И о том, что конкуренции не бывает, но отказ… Вот сейчас скажу страшную вещь. От людей, психологов конкуренция есть. Среди коучей конкуренция есть. Среди коучей, среди эзотериков конкуренция есть. Потому что конкуренция – это признание других коллег в поле. Понимаете? Ещё раз. Конкуренция, здоровая конкуренция – это согласие с тем, что я не одна звезда на белом свете, я не одна коронованная особа, у меня есть другие коллеги, которые также хороши в своей теме. И есть другие коллеги. Я не единственная работаю в продаже. Я не единственная, кто обучает коллег продавать. Просто я это делаю по-особенному. Я не единственная, кто работает в шоковой травме. Я не единственная, кто знает по динамику. Я не единственная, кто крутой в теме психологии денег. Есть другие коллеги. И вот признание, что в поле есть другие коллеги с уважением о том, которые хорошо заработают с психологией денег. Вот у меня только что присоединилась. Танюш, привет. Да, вот психолог Хаврот. Моя подруга, моя коллега, которая работает в психологии денег. Мы прошли вместе кучу обучающих программ. Есть ещё коллеги. Есть учителя, тоже мои коллеги. Есть много коллег, которые работают в той же сфере, что и я. И они все конкуренты. Просто конкуренция – это не замочить друг друга, а признать ценность и место на рынке. И вот когда вы знаете, а теперь внимание, когда вы признаёте, что у вас есть конкуренты, это то, что помогает вам две вещи. Первое – находить свою уникальность, то, как отстраиваться. Я точно знаю, чем я отличаюсь от своих конкурентов. Я знаю, потому что я выстраиваю специально это отличие. Сейчас прочитаю и потом продолжу. Света, это реально правда. Я вас смотрю почти год. Выполняю упражнения, которые вы даёте на прямых эфиров. У меня начались изменения во мне. Я вам благодарна. Татьяна, очень-очень рада. Спасибо. Признать ценность и место на рынке. Да. И это то, что позволяет вам искать, искать, чем вы можете отличаться от работ коллег. Помимо того, что каждый резонирует на свою ценность, и мы транслируем свои ценности. Так вот, а поисследуйте. Вот признайте себе, что у вас есть конкуренты на рынке, и поисследуйте своих конкурентов. Это, знаете, снимите корону и поисследуйте, что дают ваши конкуренты. Я могу скупать всех конкурентов, всех коллег на рынке, которые в теме денег, которые в теме продаж для психологов. Я скупаю почти всё, что мне видится, может быть интересным. Я точно знаю, кто что даёт. Я точно и из этого я получаю две вещи. Я получаю первое, то, что вам рекомендую делать. Я получаю первое. Я ищу фишки, которыми я могу улучшить своё. И я внимательно-внимательно читаю вопросы клиентов, вот этих вот моих коллег. Я внимательно читаю, что спрашивают у них люди, что их клиентов устраивает, что не устраивает. У меня некоторые проекты, в том числе продажи для психологов, родились именно на этом анализе, когда я обнаружила, что у крутейшего тренера, одна тренер и другой тренер, самая большая проблема. Плюс я многим рекомендовала этих коллег, и до сих пор считаю, до сих пор в восторге. Но самая большая проблема, например, психологов, которые идут учиться продажами, это слив. Это то, что включается внутреннее сопротивление и невозможно закончить. Включается внутреннее сопротивление, можно тысячу один раз понимать, как писать пост, и трясётся палец, чтобы нажать на опубликовать. Или вот так вот трясётся, человек не может выйти в эфир. Вот эти внутренние ограничения, я поняла, что вот она ниша, вот то, что мне нужно. Мне нужно, а, научить как, б, научить, как с этим справиться, как справиться с этими внутренними ограничениями. Итак, первое, мы говорили, спросить у клиентов. Второе, анализировать, что вас спрашивают. Третье, признайтесь, снимите корону, признайтесь, что у вас есть конкуренты, что есть другие коллеги на рынке, и у них есть и его, и их место, и поисследуйте их клиентов, какие вопросы они задают, что они спрашивают. Это же те самые боли, какие ответы их удовлетворяют, а какие нет. Ну, почитайте вы, какие комментарии под профессиональным контентом задают клиенты, какие боли они описывают. Если вы, если, ну, вот, внимательно слушать и читать, то клиенты, они же не скрывают, что им надо, они же все говорят, у них же напрямую, они же честно признаются. Следующий пункт, это был у нас три, четвертый пункт, как можно узнать, что клиент хочет. Это анализ ваших постов. Анализ ваших постов. Соберите, пожалуйста, серьезно, соберите посты за последние полгода-год. Да, либо эфиры за последние полгода-год. Ну, вот, то, что вы делаете, ваш контент за последние полгода-год. И посмотрите, проанализируйте, на что был больше отклик, на какие темы больше отклик, на какие вопросы вам задавали под эфирами или под постами, на какие темы был взрыв, реакция аудитории. И вы поймёте, это, ещё раз, это время, да, это работа, да. Но большая ошибка коллег, психологов, вот всей нашей помогающей братии, большая ошибка считать работой только работы с клиентом. Я этим страдала когда-то тоже, чуть не выгорела, вот прям честно. А доигралась до того, что на какой-то момент я поняла, что мне нужна пауза, и я тогда, если вы, те, кто со мной не первый день, не первый год, вы можете вспомнить, что я предупредила, что я на неделю выпадаю. Я не устраивала себе неделю тишины от клиентов, от соцсетей. Меня почти не было нигде, мне нужно было восстановиться, потому что я словила себя на том, что я полшагом к выгоранию приблизилась. Просто потому, что я не считала, так же, как и вы, так же, как и многие мои коллеги, считала работой непосредственно сессия. Вот консультация – это работа. Проведение тренинга – это работа. Проведение там группы терапевтической – это работа. Прямые эфиры я о работе не считала. Переписку с клиентами я работы не считала. Написание постов, подготовка контент-плана, работа с контент-планом в сторис, работа с хэштегами, работа с альтернативными текстами, работа с созданием, с прогревами. Я это все не считала за работу. Это же не с клиентами. Анализ постов, анализ аудитории, вопросы и просьбы клиентов. Я это все как будто бы не учитывала в свой рабочий график. И получалось, что у меня мой рабочий график завален консультациями, тренингами и всем остальным, а все остальное тоже делать надо. Что-то не успеваешь, что-то себя там волочишь и делаешь. И получается, что не вздохнуть, извините, не вздохнуть. То есть точка, конец фразы продолжать не буду. Так вот, на каком-то этапе мне повезло понять, осознать, что и это работа. Понимаете? Гораздо проще и эффективнее сделать анализ, что хотят клиенты, словами клиента, словами клиента. Сейчас еще расскажу. Есть одна фишка, которую мы делаем в продаже для психологов. Словами клиента сделать ему предложение своего продукта, чем с пеной у рта, либо не с пеной у рта, а вот так вот держать за голову, обнаружить, что очередная группа не набирается и в упор не понимать, почему. Просто вы говорите на разных языках с клиентами. Так вот, понимание, что нужно клиентам, это тоже работа, на которую нужно выделять время. Я не знаю, выделяете ли вы на это время, но с некоторых пор для меня, я могу вписать в себе график, что мне сегодня нужно проанализировать обратную связь. Я должна вписать в себе график, что сегодня я, не знаю, у меня сейчас хорошо многое делает ассистент, что сегодня я пишу контент-план. «Вся жизнь в работе. Как понять, поделить, где работа, а где удовольствие?» Не знаю, у меня нет ответа. Я для себя точно знаю, где работа, где удовольствие, при этом я работаю в удовольствие тоже. У меня нет всей жизни в работе, это неправда. У меня помимо работы есть ещё семья, есть ещё дочка, муж, увлечение недавно я себе нашла. Ну, как бы, у меня не вся жизнь в работе. Не должна быть вся жизнь в работе. Ну, и каждый для себя определяет, где работа, а где удовольствие. Вы знаете, Татьяна, если мне работа не в удовольствие, ну, это я такой зверёк загадочный, могу себе позволить, я не работаю. Я просто не делаю то, что мне не в удовольствие. Я делаю то, что мне в кайф. При этом есть работа и есть отдых. У каждого для себя это делят. Так, ну и ещё один есть такой способ, это фишка. Это фишка, которую, ну, пока никто её не повторил, верно, на сейчас никто её не повторил. И это прям фишка продажных психологов. Я вам расскажу, как вы это можете делать. Продажных психологов это делается прям в парных, да, в упражнениях. В полевых. Это когда, это фишка, это когда вы получаете определенные расстановочные практики, расстановочные упражнения, когда вы получаете то, что, получаете информацию о том, что хочет клиент, словами клиентов. Это расстановочная история. Я это даю разные, у нас есть разные диагностические практики, когда в работе образ клиента, человек находится в роли клиента и просто рассказывает буквально, ну, буквально потребности клиента. И я очень рекомендую всегда записывать, потому что потом я недавно в сторис постила отзыв, когда девочка писала, коллега писала о том, что она пошла вести определенный тренинг и стала говорить теми словами, которые она получила из вот этой вот фишки нашей, внутри ПДПшной. И говорит, это совершенно новое. Это я постила, по-моему, в Инстаграм-сторис. И она рассказывала о том, что это совершенно новое, вообще новый уровень работы, новый уровень попадания в десятку, когда ты вдруг говоришь, ты говоришь, понимаешь, что ты говоришь именно то, что люди ищут, именно то, что люди хотят услышать, именно то, что им было нужно. А взяла она вот эти фразы, да, ожидания клиентов с нашего внутри ПДП, ПДП – это продаж для психологов, внутри ПДПшного расстановочной диагностической практики, когда мы исследовали, когда коллеги исследовали через расстановочные упражнения, исследовали, получали обратную связь из фигур, из поля, что хочет клиентов. Вы можете сделать, я не буду полностью раскрывать фишку, но то, что можно сделать вам, вы можете поставить листик, взять листик, такой, знаете, пространственный маркер. Один листик назначить собой, другой листик назначить клиентам, встать на свой листик в себя, посмотреть, как вы смотрите на клиента, предложить клиенту свой продукт, выйти с себя, прохлопаться, встать в листик клиента, прожить состояние клиента, ходить под диктофон и позаписывать всё то, что идёт из роли клиента, всё то, как он относится к продукту, что он хочет, что ему нравится, что ему не нравится, и под диктофон это записать. И это тоже будет для вас мега-мега-мега-мега информативно. И если вы научитесь понимать то, что мы делаем на продаже для психологов, вот из этих диагностических упражнений, это чёткое тестирование цены, то есть идеальная цена, за которую клиент вообще говорит «да», и при этом вам окей на это цена. Это диагностика, что хотят, это потребности клиентов, это диагностика возражений, из-за чего они могут не купить, это диагностики выгод клиентов, это то, из-за чего, да, это те бонусы, которые им, да, важны и нужны. Вот эти вот все моменты, их диагностические расстановочные упражнения, это фишка продажи для психологов, ни в одном другом проекте я ничего подобного не встречала, и то, что даёт обратные связи коллеги, которые проходили, это прям бомба. Так, здорово себя почувствовать клиентом. Так, конечно, себя периодически важно и нужно чувствовать клиентом, чтобы понимать, либо получать обратную связь от клиента, чтобы понимать, что на самом деле происходит с клиентом в работе с вами. Итак, резюмируя, первое, невозможно увеличивать уровень дохода и увеличивать количество денег, если не увеличивать обмен с миром, обмен с людьми. Для того, чтобы увеличивать обмен с миром и обмен с людьми, важно понимать, что же людям от вас надо. Если вы понимаете, что людям от вас надо, вы можете предложить людям это на том языке, на котором они хотят, и это попадает в десятку. Я предлагаю вам пять способов узнать, что на самом деле людям важно от вас. Первое – спросить, получить честную обратную связь и завести себе систему вопросов, когда вы через 3, 4, 5, 6 месяцев, год спрашиваете, как дела, и спрашиваете обратную связь. Второе – анализировать, что спрашивают у вас. Я на самом деле каюсь, до сих пор ещё этого не закончила и не сделала. У меня много спрашивают курс по детям, по тому, как научить говорить детей, нет. И я вижу, я знаю эту потребность, думала, что до конца сентября успею, не успела. Дальше – поисследовать своих конкурентов и посмотреть, что спрашивают клиенты у конкурентов. Далее – сделать анализ постов и посмотреть, на что вы можете удивиться, обнаружив новое для себя. Ну и полевые тесты, диагностические и расстановочные работы – это вообще прям фишка и бомба, которая безошибочно позволяет попадать в потребность клиента. Это 5 основных. Если вы примените, на самом деле, если вы примените хотя бы 2-3 из этого, то это уже будет для вас прорывом. Окей, это было всё на сегодня. Очень надеюсь, что для коллег… Это такой, да, эфир не на широкую аудиторию, это эфир больше коллегиальный. Поделиться и помочь справляться с этими вопросами, да, с вопросами привлечения, создания клиентов. Очень надеюсь, что эфир был для вас полезен. Завтра мы с вами будем говорить о том, почему клиенты вас не видят. Вот завтра мы будем говорить про иррациональное, завтра мы работаем с картами. В 9.20 утра с Горбач, традиционно жду вас. Эфиры сохраняйте, делитесь, пожалуйста, эфирами с друзьями, с коллегами. Очень надеюсь, что было вам полезно. С вами была Светлана Горбач, психолог на всю голову. Пока-пока и до завтра. Продолжение следует...